Еще одна загадка из фильма «Москва слезам не верит». Почему обойден женским вниманием персонаж, которого сыграл Владимир Басов? Помните, когда сестрички Тихомирова устроили прием в квартире профессора? Они представили гостям нового гостя Антона Круглова, заместителя начальника главка, мужчина с портфелем в руках лет за пятьдесят. Положим, что Катерину не интересовал вопрос устройства в Москве с помощью замужества. С одной стороны, она хотела добиться всего сама, а с другой стороны, те же родственники в Москве могли помочь зацепиться за столицу. Хотя фамилия у Кати неспроста такая красноречивая – Тихомирова. В тихом омуте, как говорится, черти водится. Катя прекрасно поняла советы Людмилы и завела ребенка от московского щеголя Руди Карачкова. И ее фраза в конце первой серии вполне подтверждает это. Ребенка не будет. Но вернемся к фигуре Антона Круглова, заместителя начальника главка. Мужчина вполне приличный, хозяйственный, домовитый. Должность немаленькая. Главками называли раньше Главное управление ведомственных подразделений министерств или центральных управлений. Обеспечение государственное. Помните, как он выкладывал из портфеля консервные банки со шпротами, крабами, печенью, трески и прочими деликатесами. А что же не понравилось в нем Людмиле? Внешность, может быть, не устроила или возраст, но в мечтаниях Людмилы, которые можно озаглавить фразой «Москва – большая лотерея» описания жениха не присутствовало. Ее интересовали только московская прописка и профессия. Ученые, поэты, спортсмены. Катя сразу влюбилась в Рудика. Но как Людмила могла упустить свой счастливый билет в виде заместителя начальника главка? Неужели перспективный хоккеист ей приглянулся больше? Скорее всего, реклама телевизионщика Рудика сыграла свою злую шутку. Ведь он стал рекламировать молодого человека и говорить, что того хвалят шведы, что он станет знаменитым, и все будут гордиться, что сидели за столом с самим хоккеистом Гурином. Да, недаром Катерина во второй серии сказала Рудольфу, что все беды от него. Возможно, у всех работников главка такая нечастливая судьба. Помните, у Ольги Павловны, которую сыграла Алия Ахиджакова, был в картотеке один ответственный работник главка, которого она предложила Катерине. Тоже одинокий. Я даже подумал, не нашли это Антон Круглов, пока не посмотрел эпизод снова и услышал его возраст. 53 года. Нет, не он. Одним словом, было в Антоне что-то такое, что не привлекало к нему московских и не только московских невест. Поверьте мне, в 40 лет вам будет казаться, что вот теперь только и начинается ваша жизнь.